Домашнее задание, анализ ошибки. Сбосить базовый эксперимент, произноанализировать его результаты, анализ ошибки, это анализ изменения значения функции ошибки. Надо помнить, что у нас, как правило, гораздо больше одной функции ошибки при изменении состава выборки. Итого. Первое, что надо учить, то есть, стратегия разбиения скользящего контроля, она у нас есть всегда, это раз. И два, так как мы говорим, скажем, о задачах классических, которые сейчас везде стали задачами спортивными, рецензенты НИПС добились это за нескольких последних лет, что у нас все стандартные задачи, да, они рассматриваются научно-сообществом как задачи спортивные. Это в смысле стандартные, которые там классификация регрессии, которые есть стандартные функции ошибки и нужно ее оптимизировать. Да, 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 совершенно верно. Сейчас происходит следующее, там, сейчас, ну, не знаю, последние 2-3 года, когда в НИПС подается работа, типа, а вот мы решаем какую-нибудь более-менее такую понятную прикладную задачу, скажу так, понятную, вот почему. Потому что стандартные модели, постановка задачи ставится как задача, там, регрессия, классификация, кластеризация, то есть, вот, друзья, то, что вы сделали. Вот, сразу же, немедленно, ребята из НИПСа, рецензента говорят, окей, а давайте вы нам покажите, каких результатов, какое значение ошибки эта модель достигает на стандартных выборках, там, типа Мнист, Фэшн Мнист, ну, вот это все. И поэтому, смотрите, вот у нас чуть-чуть все-таки, давайте, будет сложнее, чем в НИПСе, есть больше одной функции ошибки, но, опять же, есть какая-то вот, привязанная к выборке, скорее, или к постановке задачи функции ошибки, вот. И мы считаем, что мы, первое, оптимизируем параметры, и второе, выбираем модель, да, согласно этой функции ошибки. Окей, это я сказал про второй пункт, да, поставлены задачи оптимизации параметров, да, задачи оптимизации параметров, это скалярная задача, да, и набор внешних критериев, это, соответственно, вектор функции ошибки. Окей, и, соответственно, да, получены вот эти все значения, и мы анализируем дальше ошибку, и давайте теперь я... Сейчас, простите за второй слайд, он нам не нужен. Нам нужен третий слайд, вот я перелистнул. Итого, что у нас есть во многих яснотях. Вот такую табличку видел, да, у нас есть четыре модели логистической регрессии, нейросети, гресса, господи, лес решающих деревьев, да, градиентный бустинг, чтобы под этими словами не подразумевалось. Вот, и у нас есть какое-то, давайте, какое-то значение одно из, не знаю, там, давайте вот трех базовых, потому что они, как правило, и появляются. Вот, то, что называется лог-лосс, сейчас, да, лог-лосс – это любая функция проводоподобия. Вот, то есть у нас есть зависимые переменные, да, она как-то распределена из типа экспоненциального семейства. То есть нормальная, или бернуревский, вот два варианта базовых. И, соответственно, х минус, господи, х, у минус ф, вот так. Вот, или сумма по, ничего там, у логарифм ф, вот так. Это, это, вот, соответственно, одно и то же, да, для регрессии и классификации. И это то, относительно чего мы, соответственно, оптимизируем. Дальше, для первого случая какой-то у нас есть мопе, который вот здесь появляется, да. И для третьего случая у нас есть какой-то, я не знаю, там, F1, который типа тоже здесь появляется. Я уже не помню, что такое здесь процент, это совершенно не важно. Попомни, пожалуйста, мопе – это Min-Everage Precision E, что такое? Error, Error, вот. Это вот что такое. Персендачный. Да, да, не Precision E, это ошибка в процентах, средняя ошибка в процентах. Ага. Вот. Это вот что такое. Это F минус Y, вот так, в квадрате, да, поделить на модуль Y, вот так, в квадрате, на среднее значение. И, соответственно, вот это все в процентах. Там 1 поделить на N, типа того, на M число объектов. Я надеюсь, не очень соврал, но, в общем, понятно, откуда эта формула брать. Дальше. Мы говорим про вот эту табличку, соответственно, вот здесь критерии, вот здесь модели и вот здесь выборки. Это в списке, который сейчас лежит в чате, да, номер 6. А теперь, смотрите, номер 1, 2, 3, 4. Золотое правило, которое я бы поставил вместе с, прямо перед первым. Любая ошибка идет вместе с дисперсией. Ну, скажем так, почти любая ошибка, которая может уйти с дисперсией, она, потому что, ладно, давайте, любая ошибка, вот, ошибка идет с дисперсией. Кстати, интересно, надо посмотреть ГОСТы и посмотреть там дисперсия или стандартное отклонение. Все-таки ожидается нескорее дисперсия. Ну, окей, посмотрите, пожалуйста. Дальше. При этом предполагается распределение каким этой ошибки? Смотрите, распределение ошибки, да, понятно, что если у нас здесь дисперсия, вот, то распределение ошибки, скажем так, может быть приведено к нормальному. Вот, или ошибка, дисперсия ошибки. О, Господи, распределение ошибки, оно, опять же, идет из экспоненциального семейства. Так, дальше. Итак, ошибка на контроле дисперсии, ошибки на обучении дисперсии, понятно, у нас базово задан бутстреп. Да, бутстреп, понятно, что штука тяжелая, и давайте договоримся так. Если есть техническая возможность делать бутстреп, да, ну, например, она есть, когда у нас, скажем, есть стахастический градиентный спуск, там идет какое-то подобие бутстрепа, вот, то мы делим ошибку, давайте, на обучение, и здесь, раз, бутстреп, и контроль. И здесь тоже может быть бутстреп, но вот эти две вещи, вот эти два множества, они никогда не пересекаются, вот. Вот, а бутстреп вообще в классике это мощность сапплирования равна, давайте, там, мощность сапплированная равна мощности выборки. Ну, в данном случае вот это у нас мощность M. Таким образом, бутстреп это всегда сапплирование с повторением. Так, поехали дальше. Ошибка на итерациях обучения. Значительное количество программных реализаций, вот, то, что я знаю, да, они возвращают кривое обучение в момент обучения. Понятно, что, в общем, она дается бесплатно. Вот, если можно ловить и рисовать кривую в анализе ошибки, как-то давать, вот она, как-то, вот так, например, выглядит. Так она выглядит, потому что я регулярно рисую ошибку вот в таком виде, экспоненты от минус S. А это итерации. Ну, либо она выглядит вот так, соответственно, это просто S. А это опять итерации. И здесь, соответственно, вот какой-то, какая-то такая ленточка, да, которая говорит о том, каким образом ведет себя дисперсия ошибки. Вот, это пункт 3. Так, если непонятно, немедленно спрашивайте. Хорошо. Ага, понятно, да? Хорошо, дальше поехали. Про сложность. Смотрите, у нас есть, давайте введем такой термин, который называется структурная сложность. Как правило, это число параметров или какое-то такое число, которое может быть соотнесено с числом параметров, ну, например, число слоев нейросети. Если, например, кто-то там наращивает число автоэнкодеров и добавляет автоэнкодер за автоэнкодером или еще занимается какой-то такой похожей глупостью, вот, то давайте вот число каких-то вот таких модулей, да, считать сложностью. В общем, это то, что может быть добавлено или убрано при выборе модели. И вот, например, вот в этой табличке, чем она хороша. Здесь 4 модели, они совершенно разнородные по виду. Вот. Но у всех 4 моделей есть число параметров и пафос вот этой таблички. Смотрите, в чем заключается. Вот есть, скажем, вот он тест. У модели, которая имеет 12 параметров, качество 55,1, да, а у модели, которая имеет 10 тысяч параметров, качество 58,3. То есть, если мы... Можно отлично еще вопрос сразу, потому что мы далеко от цифра не ушли. Вот, если просто следовать логике того, что рассказывается, говорилось, что любая ошибка идет с дисперсией или со сколом. Да. А здесь цифры представлены без этого. Да. А я скажу, почему. У меня вот эта табличка на некоторых слайдах, даже вот на какой-то старой бумажке, такую я снизу бумажку подкнил старую, в знак того, что это та табличка, не которую я беру в качестве образца, а то, на которую я обычно... от которой я отталкиваюсь. То есть, это не образец, а наоборот, ругательная... Ругательная табличка, хорошо. Это ругательная табличка, да. Простите, я не нашел. У меня, в общем, здесь была такая желтая, жеваная такая бумага подклеена, пафосная. Ну вот. И да, вот я... Ну, так как я рассказываю именно про сложность модели, да, я рад отталкиваюсь ровно от того, что, смотрите, мы повысили качество на 3%, типа там, ну, в фирме, в конторе, где этим занимаются, все, конечно, молодцы, все получили премию за эти 3%, потому что там, типа, для банков, это ускоренговая модель, да, процент, он может быть там до... миллионы евро в год давать. Но, тем не менее, мы пожертвовали сложностью, да, в тысячу раз, по крайней мере. Там реально градиентный бустин, ну, окей, там, может быть, там и 50 тысяч для такого класса моделей. А выборг-то была небольшая, здесь, вот в этой статье, там, по-моему, там чуть ли не 50 тысяч объектов было. И здесь есть объяснение такое вполне разумное, понятное, что на тесте логистической регрессии дает лучшее качество, чем на 3. Так, сейчас, ну, да, да, да. То есть, для данной задачи это воспринимается, для данной плохой задачи, которую мы анализируем, это воспринимается нормально? Да, совершенно верно, да. Ну, плохой. Модели бывают, или подход бывают дурацкие, а задача там стандартная, банковская, кредитная, в данном случае. То есть, тоже совершенно такая бытовая задача, и она тоже всеми воспринимается, как спортивная. И давайте, я прямо, смотрите, на последний слайд прыгну, да. И вот у нас есть какие-то, например, там, три типа моделей, три типа выбора моделей. И мы выбираем последовательно модели, ну, например, прореживая их, упрощая. Каждая точка, да, вот в этом пространстве, на самом деле, здесь три критерии. Третий критерий – это точность. Но она сильно не меняется в течение прореживания, по крайней мере, относительно своей дисперсии. И вот что мы видим? Мы постепенно снижаем сложность, да, вот она, собственно, вот она там вниз идет. Было там 250 условно чего-то, стало там 40, не знаю, условно чего-то, 48 там, с одной стороны. С другой стороны, устойчивость, здесь минус устойчивость, устойчивость повысилась, вот относительно вот этого, соответственно, значения. Вот есть какая-то даже максимальная устойчивость, вот такая, вот, и какая-то более-менее там разумная сложность. Вот, если кто-то гордится за устойчивостью, то вот его модель. Но, опять же, вот для всего вот этого Кагала модели точность примерно более-менее одинаковая. Поэтому вот она здесь никак не нарисована. У нас есть новый график, мы можем где-то подогнать, где хорошо как раз и сложность снижается, устойчивость повышается, и точность тоже более-менее повышается. Окей, так, давайте назад. Так, и, собственно говоря, вот на четвертом слайде, то, о чем я рассказывал, вот это все, да, точность, это у нас базовая томопея, либо АУК, либо Ф1. Вот, с двумя другими критериями, как они в прикладных задачах появляются, по-разному, потому что, ну, первое, потому что их не принято выводить. Все гордятся именно за точностью, а не за устойчивостью. Даже ребята, которые сейчас занимаются adversarial атакс, казалось бы, у них как раз работа про устойчивость, потому что устойчивость к атакам, это вот устойчивость ровно в этом смысле, в смысле, скажем, Адамаровской или Тихоновской постановок некорректных задач. И здесь Variance, это ровно дисперсия ошибки. Понятно, что высокая дисперсия ошибки не очень хорошо, я сейчас покажу, каким образом это работает. Вот, или связанная с ним высокая дисперсия параметров. Если у нас наблюдается высокая дисперсия параметров, значит, мы набрали каких-то не тех параметров модели, мы можем их легко выкинуть, а ошибки не изменятся. Ну и, соответственно... Ты имеешь в виду мультиколлинеарность, когда можно по-разному представить одну и ту же модель? Или имеешь в виду разные экстремумы функции потерь? Бинго! Сейчас я прямо о двух этих случаях и расскажу. То есть, да, имею в виду оба, прямо оба этих случаях в точности. Но прежде всего мультиколлинеарность как вещь, с которой проще всего работать, и которую, как мне кажется, проще всего в нашей с вами ситуации запрограммировать, когда мы программируем анализ ошибок каких-то классических моделей. Сейчас я прямо на графиках это покажу. И есть две фактические сложности. Первое — это число параметров, о котором я говорил, или число каких-то там таких блоков, которые можно принять за параметры, число нейронных, число слоев. Тут уж каждый, кто строит модель, сам определяет. И Калмогоровская сложность, это вот как раз Олег Бахтеев на эту тему диссертацию защитил. Она же называется вот в байсовском мире «Minimum Description Lens Principle». Но ее сложно довольно, эту сложность посчитать, поэтому, наверное, мы про нее говорить вообще не будем. А число параметров, пожалуйста, оно здесь. И, соответственно, вот давайте, вот я прямо вот это подчеркну, раз, два, там можно, ну вот это можно вот такой волнистой чертой, иногда можно ее посчитать, когда мы знаем значение параметров. А вот это прямо всегда можно посчитать. Вот. Зачем это надо, если у нас есть глубокие нейросети глобально? А вот зачем? Если все-таки мы хоть немножко заботимся об эксплуатации модели, вот, Антон, а вот ты человек промышленный, да, всегда эксплуатируешь свои модели, и это прекрасно, то, конечно же, все-таки мы должны думать о том, чтобы они были простыми, там, устойчивыми. Сейчас интерпретируемость везде требуют, и, в принципе, есть даже подход к интерпретируемости, но это отдельный разговор. Вот. Что мы делаем? Мы берем и нейросеть, и удаляем, соответственно, слои или нейроны, или отдельные веса. Давайте случайно, случайно, вот смотрите, там, удалили 30%, примерно, да, ошибка упала, но без ущерба вы запросто из любой сети. Точнее, мы это удаляем в какой момент? При обучении, при выборе модели. При выборе модели, там же есть тонкости, там есть обучение, когда она учится с регулярно выпадающими параметрами. Может, учиться... Например, да, да, ну, да, окей. А это вот про это речь идет? Или это речь идет, когда мы удалили какой-то набор параметров и продолжаем учиться уже без него? Или мы каждый раз новые наборы параметров удаляем в какой режим здесь? Смотри. Спасибо, что ты спросил, потому что я в этих слайдах формулы старался не писать. Вот. И выпустил, собственно говоря, постановку задач. Задача у нас за Алексеем Григорьевичем Ивахненко. Сейчас у нас Андрей Ивахненко, значит, Алексей Ивахненко. Стоит следующим образом. У нас есть задача 2. Это для заданного набора признаков, да, найти оптимальные параметры. Давайте, я вот здесь напишу W, да, при заданной какой-то выборке. Давайте здесь напишем обучение. Вот. И есть первая задача. Это, собственно говоря, мы строим модель. Или по-английски это, ну, здесь, простите уж, по-французски написано, да, мы выбираем модель. И она, соответственно, стоит следующим образом. Видите, да, вот здесь, а каллиграфическое, это обозначение, введено хаоситик шерани, вот, в работе Ларс, как, один из базовых алгоритмов, выбор признаков, да. Вот эта структура, да, это, опять же, аргумент имениума ошибки, да, а здесь у нас, соответственно, по, давайте я вот здесь напишу вот так, по разным моделям, при какой-то, например, фиксированном, позиционные выборки. Вот эти выборки, они могут быть различными, могут быть похожими, это вопрос для обсуждения. Вот. И в каком порядке решать вот эти, вообще говоря, две задачи, они могут смотреть дальше все многообразие, допустим, и дальше, Антон, я вот на твой вопрос отвечаю. Ну, например, давайте, чтобы далеко не ходить, да, возьмем Ларс. Там вот этих двух нет, там все, скажем, решается, как одна задача. Вот. Возьмем наш с Катруцей замечательный, сейчас самый, наверное, мощный алгоритм QPFS. Вот. Там тоже это все происходит в один шаг. Если мы говорим про как раз твой способ, ну, например, это то, что называется сейчас Dropout, да, то там, соответственно, вот мы переключаемся между вот этими двумя на фактически каждом шаге оптимизации, вот, при каждом случайном градиентном спуске. Но, 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 вот глобальная задача выбора модели, да, она ставится ровно так. Мы выбираем прежде всего какую-то структуру, да, при заданном наборе, а, да, извините, пожалуйста, при заданном наборе параметров, вот я здесь забыл написать, господи, не туда написал при этом, при, вот сюда у нас, сейчас, вот сюда идет заданный набор параметров, ура, товарищи, чуть вас не запутал. Антон, я надеюсь, сейчас, уточню, да, то есть, внутренний минимум берется при фиксированном, при фиксированной модели все-таки, да? Ну, мы выбираем модель, да, при настроенных параметрах модели, как правило. А, все, тогда вопрос снимается уже. Но, опять же, это же все итеративные процессы, да, процедуры, извините, а итерации зависят от много-много чего, есть масса стратегий, здесь кто во что гораст. Окей, так, в общем, что здесь хочется сказать, что, например, вот здесь выкинули практически без потери ошибки 90% сетей и нейронов и ничего нам за это не стало. Более того, я должен уточнить, вот решение, которое здесь представлено, речь идет о решении первой задачи или второй? Я переформулирую твой вопрос. мы дообучали сеть после того, как прореживали ее или не дообучали? Так точно. Вот так, да? Да. Не помню, серьезно. Не помню, но я помню работу, собственно говоря, вот фактически это идет из работы Optimal Brain Damage слэш Optimal Brain Серджери Яна Лея Кюна, по-моему, 89-й год, пардон, наоборот, 98-й год, 1998-го года, вот, где ровно так написано, дообучать, можно не дообучать, дальше зависит от стратегии. Опять же, стратегии много разных. Не помню здесь как, но судя по тому, что здесь, кстати, все так себе, скорее всего, не дообучали, то есть здесь вообще все по-честному. Вот, эти графики рисовал Олег, я, я, парень, очень ответственный, поэтому, о, сейчас я забыл заплатить за зом, ну и слава, ладно, сейчас мы перезагрузимся просто тогда, если нас выкинуть. И, смотрите, что мы имеем за то в положительную сторону. Вот мы, значит, ее прорядили каким-то способом на 60%, да, зашумели данные, пошумели в данных и получили, более высокое качество, то есть модель стала более устойчивой, чего мы и добивались. Вопрос, сейчас так нельзя это просто оставить. Да, да, как мы шумели? То есть, известно же, я поясню, почему вопрос. Если восходные данные многомерные, да, там можно шуметь очень безуспешно, потому что там модель шума, например, по-координатная, если это там белый шум, например, или там специальная форма распределения шума, там, если заниматься сэмплированием, то это дело такое. Смотри, Антон, все очень просто. У нас есть наше вот замечательное разложение ошибки на bias plus variance, да, и понятно, что если ты шумишь в пределах этого variance или ниже, ну, толку шуметь нет. вот, и имеет толк шуметь, соответственно, где-то за пределами variance, но окей, тогда можно шуметь. Но, друзья, я вам вообще не советую на самом деле вот этим заниматься и заниматься сэмплированием иначе, как из других моделей, потому что это отдельная большая область, довольно нетривиальная, поэтому, обращая внимание снова на домашнее задание EES, анализ ошибки, да, задана стратегия разбиения скользящего контроля и происходит bootstrap. Bootstrap это мы сэмплируем из той же самой выборки. Сэмплировать из других источников так не надо. Так, давайте, вот это, наверное, пропустим. Здесь, наверное, надо сказать только то, что одну простую вещь. Вот техники, как правило, нейросеть представляет в виде блоков, там более-менее другие люди представляют сеть в виде суперпозиции линейных операторов. Что я здесь хочу сказать? Смотрите, две вещи. Первое, вот соответственно, при программировании у вас либо будет доступ к производным выборкам, да, либо не будет. Это раз. И два, соответственно, либо будет доступ к вот этим параметрам, либо не будет. И что? Вот и все, что я здесь хочу сказать. Скорее всего, их не будет. И, да, от этого зависит, я сейчас скажу, какой пункт, от этого зависит, можем ли мы возмущать параметры или, соответственно, оценивать возмущение параметров. Про возмущение параметров я сейчас вам расскажу. Сейчас, попробуйтесь, сейчас, там вот небольшой вопрос. Вопрос следующий. В зависимости, конечно, в библиотеке там бывает, что есть доступ, бывает, что нет доступа, зависит от того, на чем пишешь. опять же, если мы хотим вносить возмущение на том или ином этапе, то нам может понадобиться значение дисперсии, например, на выборке, как меняется значение этого параметра, будет ли зависеть то возмущение, которое мы вносим от, скажем так, диапазона значения или распределения этого параметра, который мы наблюдаем на выборке, на котором мы считаем этот параметр, пустом, второго или третьего блока. Угу. Ну. Вопрос. Так, тогда еще раз повтори вопрос, потому что я не понял вопроса. Посмотри, насколько я вижу по картинке, речь идет о некотором автоэнкодере. Здесь в настоящем можно ставить любой слой, который получает как бы новую выборку, просто преобразовав признаки соответствующего. Да, конечно, да. Вот. Соответственно, дальше мы после такого шага получаем как будто новую выборку, которая тоже есть в свое распределение. Да, да. Если мы хотим его возмущать, мы должны его возмущать, ну, скажем так, если мы говорим про бутстрайпинг, то выбирая другие элементы с той же самой выборки, которая уже была преобразована. Правильно? я буду его возмущать другим образом. Смотри, смотри, смотри. Первое. Давай пока вот этот очень глубокий вопрос подвесим тупо потому, что как только ты захочешь возмущать выборку не вот здесь, да, не на входе, а вот где-то здесь или здесь, ты тут же получишь фактически конструкцию вае плюс ну, фактически ганн. Потому что ганн, порождающий, господи, адверсарил, адверсальный, господи, не глас по-русски, порождающий, разделяющий модели, не знаю, давайте их здесь немедленно назовем по-русски порождающий, разделяющий модели, да, состязательные модели, да, спасибо, Антон. Вот. Они ровно этим занимаются. Да, они берут и вставляют куда-то в серединку вот этого вычислительного процесса выборку, которая порождена каким-то там левым краем. И, соответственно, я вот здесь любой проект должен иметь границы. Я здесь призываю на этом не заморачиваться, да, а сказать, что вот мы имеем право вот только здесь возмущать выборку и, скорее всего, там только там ботстрепом, только каким-то там другим кросс-способом кросс-валидации, там, например, там leave one out или еще что-то в одном духе есть там, не знаю, там всякие инфолды. Кстати, у Кости есть замечательные на эту тему где-то обзорчики, он их систематизировал эти способности. У лекций есть. Ну вот, Антон, я надеюсь, это Воронцова, правильно? Да-да-да-да, у Константина Вячеславовича Воронцова есть, да, есть на эту тему материал, наверное, там целая лекция есть на эту тему. Так, окей. Так, с этим разобрались, да? Вот. Отсюда вынесли то, что у нас есть веса, которые можно возмущать, и некоторое новое выбор, которое нельзя возмущать, правильно? Ну, наверное, да-да-да, совершенно верно, спасибо, Антон. Вот. Итак, давайте возьмем... А, давайте вот что... Слушайте, давайте я сейчас немножко похулиганим и вынесем... И это про нейросети, если, конечно, это интересно. Вынесем вот что. Что нейросеть, первое, она состоит из модели, которая называется линейная регрессия или там логистическая регрессия. Второе, она состоит из части, которая называется метод главных компонентов, вот они там два элемента или автоэнкодер, это ровно одно и то же, потому что, если мы говорим, что вот у нас для вот этой, например, матрицы выполняется условие ортогональности, да, то есть это матрица вращения, но и в точности метод главных компонентов. А если не выполняется, да еще стоит какая-нибудь вот такая сигмочка, вот то это, соответственно, автоэнкодер. Да, а вот эти кружочки, это все равно, что скобочки, вот то есть здесь действует принцип перестановочности скобок, скобки можно расставлять, ну, согласно правилам, как угодно. Вот так. И, да, и есть две ошибки, одна ошибка, это ошибка на автоэнкодер, а другая ошибка на, соответственно, аппроксимацию. Единственное, что здесь, я немножко схулиганил, видите, здесь внизу плюс B, это вот B упало сверху, я просто поленился ее подобрать, она здесь валяется. Ок. Так, ну и теперь, раз такое дело и нейросеть у нас всего-навсего суперпозиции линейных операторов, давайте, соответственно, возьмемся за самый последний слой. Итак, что у нас есть? У нас здесь есть прямо вот выборка, да, это вектор Y и матрица X с соблюдением размерности, и мы говорим следующее. Это вот в точности прямо самое начало анализа ошибки. Мы говорим, давайте мы решим задачу линейного приближения Y, да, линейной комбинации каких-то X-ов, но мы вот здесь, здесь вот видите, типа нарисовано пространство R3, вот, и это значит, что в матрице X ровно три строки и шесть столбцов. Вадим, смотри, сейчас осталось 15 секунд, и она еще может занять время на сохранение. А, да, но я думаю, что она будет сохранять, она спустит назад завтра, это скорее всего так, да, спасибо. Антон, это очень внимательный эффект. Так, ага, поехали. Да, таким образом, да, у нас есть соответственно, сколько, шесть признаков, и выбор моделей, вот мы прямо сейчас в точности занимаемся задачей выбора моделей, да, у нас при выборе модели два в n-ой степени, ну, наверное, минус, пустое множество вариантов выбрать модель, вот такое у нас множество наблюдается, да. Ну вот, и теперь смотрите, как связано признаковое пространство, которого, заметьте, здесь нет, да, и наша постановка выбора модели, и заодно я на твой вопрос отвечу, Антон, на который подвесил ответ. Если мы будем последовательно выбирать просто наиболее коррелирующие с y признаки, да, способ выбора признаков называется fast orthogonal search, мы выбираем те, которые коррелируют с вектором признаков, либо с вектором регрессионных остатков, который, естественно, ортогонален нашей плоскости, в которой происходит аппроксимация, то мы сначала будем выбирать хи-1, потом хи-2, но потом все остальное. Дальше, естественно, мы рано или поздно выберем хи-5 и хи-6, которые вообще ортогональны у, и нафиг они здесь не нужны, просто они к ответу не имеют никакого отношения. Но нам-то нужны не они, а нам нужны хи-3 и хи-4. Почему? Они ортогональны, они устойчивы, образуют устойчивую модель, и они при этом в точности или с очень высокой степенью приближают у. И вот это та самая золотая волшебная модель, которую мы всю жизнь ищем. с одной стороны наши признаки должны образовывать какую-то ортогональную систему, да, это, соответственно, там полный базис, абсолютную устойчивость, а с другой стороны аппроксимация должна быть точна. И у нас есть базовые варианты, которые мы можем на практике получить. Самый плохой вариант это вот какой. Вот эти наши измеряемые признаки коррелированы, но не имеют никакого отношения к целевой переменной, к у. Вот, то есть мы измеряем примерно одно и то же, да, но все напрасно. Понятно, что как мы вот эти признаки не будем преобразовывать, хоть линейно, хоть нелинейно. Вот, если наш ответ никакого отношения не имеет к нашим предикторам, вот, задачу мы не решим. И если мы прогнозируем временные ряды или вот там не дай бог электроэнцефалограммы, вот я про Маска сейчас новость читал, а он ровно этим занимается, он, мы измеряем примерно одно и то же, вот, правда, сильно, с сильными шумами, и у нас сильно избыточная информация, вот, и столько, в общем, нам не надо. Это раз. То есть мы получаем предельно неустойчивую модель, хотя, и точную, но в случае Маска, в случае электрокортикограмм, там, в общем-то, не очень и точная модель, и, в общем, достаточно неустойчивая, вот так тоже бывает. Сейчас прямо будет модный, наверное, челлендж, как только появятся вот эти данные с мозгов. И два рабочих варианта, это как раз такие, то, что обычно уходит в промышленность. Вот, адекватная модель с случайными разбросанными признаками, среди которых надо выбрать типа хорошие, ну, например, один хороший, а там вот эти ортогональные, их легко выбросить. Вот, или, соответственно, там, вот они коррелирующие. Теперь, Антон, смотри, я теперь отвечаю на твой вопрос. Вот, когда признаки коррелируют, да, они, соответственно, вот в пространстве признаков выглядят ровно так. А когда они мультикоррелируют, в смысле, вы извините, пожалуйста, сейчас, сейчас, когда они мультикоррелируют, то есть, множественная попарная корреляция, да, они выглядят так, а когда у нас наблюдается многоэкстремальность, она может наблюдаться вот ровно в таких случаях. Я, кстати, сейчас, правда, для нелинейных моделей, шутки ради, приведу пример абсолютной многоэкстремальности. Предположим, что у нас модель, она аппроксимирует вот какую-то такую странную выборку. И мы, бабах, решили, что модель у нас Y равняется там, типа синус X. Ну, я здесь зачем-то W 0 написал, но это не важно. А теперь давайте сделаем так. Пусть наша модель вот так выглядит. Синус W1 X плюс W2 плюс W0. И нам разрешили, скажем, настраивать не этот параметр, не этот параметр, а только вот этот параметр. Каким будет пространство параметров? Y равняется синус X плюс W. Да, оно будет вот таким. Пиу, пиу. Это квадрат синуса я нарисовал. И, да, это ошибка наша, равняется Y минус F. Ну, типа там евклидова норма в квадрате. И, соответственно, вот у нас появляются одинаковые экстремумы этой функции ошибки. Вот. Вот самый крайний случай. Хорошо. Теперь, как вот какой-то из этих вариантов, да, выглядит в пространстве параметров, а ведь мы параметры собрались возмущать, да, с вами. А вот как. Давайте возьмем два параметра, то есть у нас есть два признака ровно, и просемплируем ну, какую-то более-менее разумную область. Как просемплируем? Регулярно. Регулярно семплируем. Я отсюда для краткости убрал одну картинку. Там было нарисовано, что мы просто 100 на 100 точек кинули регулярно. Соответственно, сюда 100 и вот сюда 100. И восстановили значение функции, да. Почему мы его можем восстановить? Смотрите, у нас модель задана, да, ну, например, это линейная модель. Там Y, там, давайте без Y, вот так, F равняется, скажем, пусть она будет выглядеть так, W2X в квадрате, да, плюс W1X плюс W0. Вот даже вот для такой модели заданной, да, мы и для известной выборки мы можем задать точку, вот она, мы ее задали, TNN, и вычислить, соответственно, S. По некоторым причинам, известным из метода наибольшего правдоподобия, вот, мне приятно рисовать экспоненты от минус X, и она выглядит вот таким образом, да, если бы я рисовала ошибку, ну, она бы вот как-то вот так выглядела, это я типа колокол вниз нарисовал, вот такой дурацкий. Окей, что мы видим, анализируя вот эту эмпирическую функцию ошибки, там, скажем, давайте, эмпирическое распределение параметров модели, ну, вот что, что, первое, если бы параметры были бы реализациями случайных величин двух скаляров, да, независимых друг от друга, то мы получили бы, вот, действительно, вот какой-то вот такой колокол круглый, вот, если бы они были разные важности, один параметр более важен, тот, который нам надо выбрать, он более, соответственно, данный признак больше коллегирует с игреком, вот, мы бы получили бы вот такую картинку, падам, 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 и мы бы сказали, смотрите, вот это W1, это W2, это, вот на нас смотрит вот это наше S, вот так, и мы говорим, смотрите, наверное, параметр W2 важнее, чем параметр W1, и, да, признаки при этом ортогональны, потому что оси эллипса, да, они совпадают с осями нашего базиса, вот, почему W2 более важны, потому что вот мы чуть-чуть его возмутили, а функция ошибки как, ба-бах, упала вниз, и все, а W1 туда-сюда таскаем, возмущаем, возмущаем, а функция ошибки не падает, да наплевать на него, его можно выбросить вполне, а вот здесь, на этом графике, мы, смотрите, что видим, мы видим, что они, W1, W2 не ортогональны друг к другу, да, и, наверное, все-таки, ну, действительно, W2, он как-то больше влияет на функцию ошибки, чем W1, и вот здесь я вам рассказал всю правду относительно возмущения параметров, теперь, как мы можем возмущать параметры, мы можем возмущать параметры прямо воздействия на параметры, то есть, у нас есть какая-то выборка начальная, мы настроили модель, зафиксировали параметры, и думая, что знаем ковариационную матрицу или просто дисперсию каждого параметра, внутри дисперсии чуть-чуть их таскаем и смотрим, как изменится функция ошибки. Это неправильный способ, потому что он сложный, потому что реально то, что я сейчас сказал, это байсовский способ. Мы туда не будем ходить по дорожке Олега Бахтеева, Александра Адуенко, и других правильных ребят. Мы скажем, смотрите, нам разрешено только простые трюки, нам только разрешено возмущать нашу выборку посредством сэмплирования из выборки, ну, например, там, опять же, Bootstrap, или там какая-то кросс-валидация, ваннаут, или там несколько, несколько заплов, вытащили на них посмотрели. Каким образом сэмплируя выборку можно оценить дисперсию каждого параметра? А вот как? Шаг первый. Так, я здесь все изрисовал, а давайте вот себе вот, вот, на самом деле то же самое пространство, вот, я здесь господи, напишу оценка, опять же, эмпирическая, дисперсии параметров. Шаг первый. Взяли какую-то подвыборку, пока не буду останавливаться на тему, какую именно. Настроили модель, получили оценку параметров, назвали ее W1. То же самое. Второй, третий раз, и так далее. Каждый раз получаем какие-то оценки параметров путем оптимизации функции ошибки, да, получили k таких, соответственно, параметров. Давайте, пусть это будет вектор строка, давайте из них соберем матрицу, да, и назовем ее матрица W. Вуаля. А если у нас есть вот такая эмпирическая матрица W, да, то ковариационную матрицу мы можем каким образом оценить. ну, как-то так, да. Вот здесь просто напишу, там, один поделить на k, транс, господи, да, не A, W, транспонировать W. Все? Да, естественно, да, у средних по столбцам, но это уже дело техники. Вот. Итак, смотрите, мы научились вычислять устойчивость. Сейчас, секунду, у меня один наушник. один наушник упал, возрядился. Наушники ко мне. Секунду, микроперерыв, когда ко мне придут наушники. Так, скажите, что-нибудь, Александр. Александр, микрофон выключен. Все, Антон, да, я слышу тебя. Спасибо, да, все нормально. Я включил снова наушники. Окей. И, да, ну, собственно говоря, все. Вот мы взяли ковариационную матрицу. Да, что диагональ ковариационной матрицы это дисперсия поэлементам каждого вектора. И, таким образом, мы можем оценивать ковариацию. Ну, в принципе, вот, помните, мы говорили про нейросеть до состоящую из блоков, вот таким образом мы можем оценить и общую, вот прямо все соединяем вместе, да, оценить ковариацию и, соответственно, по каждому из блоков никто нам не мешает. Чуть-чуть подробнее, вот, один шаг назад, где была картинка, вот это. Да, давай, да. Вот это, да. Вот здесь мы W1, мы как его получаем? А, это мы решаем, смотрите, как мы, первое, мы зафиксировали структуру, да, вот, мы здесь решаем ровно задачу 2, в квалидацию взяли сэмпл, да, да, на нем получили оптимальный параметр решения. Да, совершенно верно, взяли какой-то подвыборку, опять же, стратегий много разных, вот, да, получили оптимальный параметр, пусть, например, мы взяли прям бутстрепом, то есть равномочную подвыборку взяли, вот, сэмплировали, сколько нужно, сколько должно быть таких строк, чтобы у нас была получаемая оценка достаточно, достаточно точно. Первое, на удивление, вопрос, который очень регулярно задают, вот, и ответ у меня такой, давайте я ответ подвешу до слайда с номером 16, вот, на 16 слайде, если мы дойдем, сейчас, правда, уже там 23.08, простите, вот, я отвечу на этот вопрос. Кратко, оценка объема выборки и оценка, сколько надо сэмплировать, мы же тоже здесь набираем выборку только из W, из параметров, вот, это ответ на один, это вопрос один и тот же. Да, и у нас, заметьте, вот, в том списке, который я послал и который был утрачен, да, потому что, когда мы перегрузились, он должен был остаться в сохраненном в чате, файл с печатом. А, окей, хорошо, так, сейчас, а давайте просто его еще раз. Я тогда уточню, вот у нас здесь получается W, как некоторая функция от выборки. Так, все, я еще раз в чат послал, и здесь мы адресуемся к вопросу 5, это оценка объема выборки, да. Сколько к нам нужно, сколько раз нам нужно, чтобы получить устойчивую оценку. Наблюдается ли здесь, наблюдается ли для каждого элемента W, каждого параметра, обученного на каждом сэмпле, наблюдается ли, скажем, нормальное распределение при этом? Да, наблюдается, и об этом писал, господи, Нельдер в книге в зеленой Generalized Linear Models, и там, я у ребят, наши ребята все, да, они, аспиранты, читали, сейчас скажу, где это надо искать, они читали, вот, этой весной курс, который называется «Фундаментальные теоремы машинного обучения с доказательствами», и там, я не помню, к сожалению, кто из ребят читал, но вот кто-то из наших ребят, это надо посмотреть в М1, опять, в М1, на ссылку, на которую я вам дам, сейчас скажу, какая, так, наверное, машинная, нет, математические методы прогнозирования, вот туда щелкнуть, и там есть, я надеюсь, материалы на эту тему, или, по крайней мере, понятно, кто это читал, вот, и, в общем, есть теорема, давайте, я примерно, не сидя на совру, если я грубо, выдам вот какое утверждение, если мы решаем задачу восстановления многомерной случайной величины, взятой из экспоненциального распределения, и функция связи у нас адекватно этому фиксированному, соответственно, распределению, то из того, что зависимая переменная соответствует одному из распределений, и параметры модели, взятые из нормального распределения, вот между этими двумя утверждениями, противоречия нет, вот такая, такая теория, соответственно, где-то была у нас в лекциях, ну вот так, то есть, да, вот то, что мы рисуем, вот, W, да, это, ну, с точностью, естественно, до этих гипотез, да, это все взято из нормальных распределений. А в реальных данных экспоненциальное распределение наблюдается... Антон, это не экспоненциальное распределение, это экспоненциальное семейство. Смотри, что такое семейство? Туда входит, скажем, ну вот, как я раньше говорил, два наших базовых, это нормальная и Бернольевская, извините, физические измерения, например, туда практически все входят, так сложно представить. Да, да. Например, естественный язык, модели, которые связаны с... Ну, там бывает строят такие сумасшедшие вещи, когда принадлежность слова, наличие слова в тексте обозначается единичкой в соответствующем позиции. Ну, то есть там немного, не сразу очевидно, подходит ли это под этот случай. Смотри, Антон, во-первых, я тебе дал самый простой на Земле пример, когда это все не работает, вот он, да, мы берем, где у нас вот этот синус гео, вот этот пример видишь, да, вот он. Ну, и вот функция ошибки такая, да, ну и что ты с этим поделаешь, и параметры вот так распределены. Вот, то есть понятно, что как только речь идет о каких-то там реальных задачах высоких размерностей, все мы можем там, всему мы можем уже и не верить, и поэтому, давай так скажем, вот у нас есть, например, мода распределения, да, ну вот, то, что мы считаем окрестностью параметров, в которых, в которых мы, в которые мы верим, что они оптимальны, и вот эту моду, да, можно аппроксимировать нормальным распределением. Этот трюк называется аппроксимация Лапласа и хорошо описан у Маккая в главе 26-й. Вот так, Маккай, Маккай, читается как Блаккай, он умер несколько лет назад, кстати, Дэвид наш Маккай, глава 26-я, она называется букпдф у него, букпдф, вот аппроксимация Лапласа, Лапласа, вот, посмотрите, если интересно, вот, то есть, ну вот давайте, да, поверим, что у нас есть какая-то единственная мода, сейчас, наше прощение, давай все-таки уточним, нам в ходе анализа ошибки нужно проверять, если мы дальше опираемся на том, что параметры имеют хотя бы локально, их можно приблизить к нормальным распределению, нам нужно проверить, не, нет, слушай, я здесь считаю себя виноватым, потому что, вот реально, что можно более-менее быстро сделать, это вот эти шесть пунктов, которые я еще раз скинул в чат, смотри, вот если мы, мы в ходе выполнения анализа ошибки в квалиционную матрицу вот эту строим, то есть мы же все равно проводим обучение на разных подвыборках, правильно, то есть мы значение параметра все равно получаем, если мы провели достаточное количество таких обучений для того, чтобы говорить о том, что мы можем понять, распределение каждого этого параметра у нас нормальное или примерно нормальное, или совсем ненормальное, то стоит ли проводить такой тест для того, чтобы наши дальнейшие выводы были, скажем так, в большей степени обоснованы. Антон, скажу сразу, первое, не стоит, потому что это, во-первых, просто вычислительно сложно и долго, второе, не стоит, потому что это просто нетривиально, мы сразу же залезем вот в нашу любимую Басинскую область, где можно насочинять кучу классных научных работ и защитить кучу диссертаций, но с этим сложно работать на практике, вот прямо в каком-то там жестком быту. Ровно поэтому, кстати, вот то, что делает Воронцов, да, он продвигает, господи, аддитивную регуляризацию, которая построена следующим образом, а давайте просто возьмем, насочиняем разных функций ошибок, да, и просуммируем их, и получим там одну функцию ошибки. И забудем про Байес. Это работает, а почему? Потому что Байес, на самом деле, он делает ровно то же самое, то есть он делает какую-то аддитивную функцию ошибки, но с каким-то более-менее подробным теоретическим обоснованием. вот вся разница между Байесовским подходом и подходом Воронцовым. Так, ой, пардон, случайно нажал, давайте вот так, сделаем. Ну вот, так что, Антон, ответ, давайте сделаем сначала какую-то базовую совершенную вещь, то есть научимся рисовать какие-то совершенно базовые графики, и смотрите, начнем вот с этого графика. Это номер пять в данном случае. Это как раз ответ, вот тебе сейчас, я думаю, понравится, на очень фундаментальный вопрос, почему все забыли ругать специалистов по глубокому обучению за глубокое переобучение. например, раньше, раньше это лет, сейчас скажу, это вот ровно до 2000, 12-го года, если какой-то несчастный студент или аспирант вылезал на работу, на конференцию, или, не дай бог, на защиту работы и показывал маленькую выборку и сложенную модель, вот, его тоже тут же спросил Шевале, а сколько точек надо поставить в пространстве, да, чтобы заведомо выборку разделить на два класса? И он, конечно, говорит, аааа, наверное, н н-1, нет, н-1, да, Александр, меня поправить сейчас, да, вот, и у их вполне будет, в общем, достаточно, чтобы решить нашу задачу классификации. вот вопрос, а почему же сейчас глубоких обучателей не ругают, что они там ставят миллионы параметров, да, на крошечную выборку, там, в 100, в 200, там, в 1000 изображений? отвечаю, отвечаю, потому что они выставляют совершенно другую базовую гипотезу, они говорят, они, наверное, может, даже и не знают таких слов, но, тем не менее, вот, где-то в глубине души они говорят вот что, друзья, мы настраиваем нашу сеть в окрестности ожидаемого значения параметров, в окрестности нашей моды распределения, давайте, опять же, давайте, вот сюда пойду, вот где-то здесь мода, вот она, вот мы где-то вот здесь будем искать наш true, true, true максимум, трушные параметры, давайте, истинные, параметры, соответственно, вот где-то мы здесь болтаемся, и, например, для, опять же, для глубоких сетей, какая у нас базовая гипотеза, у нас мат ожидания параметров, да, оно равно нулю, то есть все параметры надо за нулить, и будет самое ожидаемое, ну, действительно так, все параметры за нули, что это значит, если линейный оператор, то у нас просто вылетает все линейные преобразования, и это только что было показано на графиках, вот, и так, и давайте немножко потроллим ребят, которые занимаются глубокими обучениями, каким образом? Вообще говоря, мы ожидаем, что если мы постепенно добавляем, пополняем выборку, извините, да, то наша функция ошибки, ну, вот здесь она представлена как Лоб Лахлик, Хэхун, да, это опять же наши, давайте, вот, экспоненты, да, вот, вот, да, вот логарифт появился, экспонент от минус x, так, да, вот, это не теория, это минус error, да, если мы берем выборку из какого-то, из какой-то генеральной совокупности, то наступит некоторый момент пополнения, да, например, вот здесь 200 сэмплов, да, когда у нас наша функция ошибки перестанет меняться, вот, и на обучение, на контроль при адекватной модели вообще это все сойдется, и если мы будем теоремки доказывать, да, то у нас вот здесь как раз будет наблюдаться сходимость по вероятности, вот, и не только сойдется ошибка, да, то есть, мат ожидания ошибки, мат ожидания ошибки на кросс-валидации, там, на нашем модстрэпе, например, но и дисперсия ошибки, пардон, дисперсия ошибки тоже как-то сойдется, вот, и вот это то, что у нас будет называться словом variance, вот, а, что, и, господи, опять нас выкинут, что-то я не понимаю, мы уже полчаса трепимся, в разложениях bias plus variance, окей, вот это то, что надо рисовать, и вот смотрите, так как выборки будут разные, могут быть разные, а давайте попробуем несколько ошибок на обучении, конечно же, да, посчитать, там, типа, на 1,16, 1,8, 1,4, половинки и целый, и посмотреть, насколько будет велик разброс, и если модель будет неадекватной, если она будет избыточно сложна, то у нас будет вот прямо вот, вот так наблюдаться, вот как-то вот так, то есть дисперсия ошибки будет для некоторых объемов огромна, окей, то же самое работает в другую сторону, в сторону фиксированной мощности выборки, но повышение сложности модели, здесь для драматичности логарифм от сложности показан, и смотрите, что получается, у нас качество модели повышается, ну и типа куда-то она более-менее здесь сходится, наверное, я не знаю, но если модель чуть сложнее, чем оптимальна, дисперсия ошибки драматически растет, и конечно же вот это надо уметь рисовать, ну и опять мы договорились, что сложность, а что-то там число параметров, число слоев, что-то такое, это номер 4 у нас вот в наших списках, это четвертый номер 4, так, и, ну вот, соответственно, для двух соответственно переменных число сложностей, для двух критериев, то есть один из них критерий, другой просто объем выборки, вот этот график выглядит вот как, который читается, смотрите, как, если у нас не очень сложная модель, да, и довольно много данных, то мы наблюдаем какое-то там разумное значение ошибки, а если у нас модель избыточно сложная, вот она сюда идет, избыточная сложность, да, или данных слишком мало, ну мы, конечно же, здесь наблюдаем вот в этом месте бред и бардак, и то же самое с дисперсией, здесь минус дисперсия, да, то есть чем меньше, чем ниже график, чем сильнее, тем выше дисперсия, вот, вот у нас здесь очень высокая дисперсия, ну а здесь что-то более-менее разумное, но не ноль, заметьте, да, здесь не ноль, так, дальше, давайте это пропущу, это на самом деле байес, вот, это если считать как раз сложность по принципу минимум дискрипшн лэнс, да, то у нас прямо в критерии зашит, это как раз вот к самому нулевому слайду, у нас две задачи мы решаем при выборе модели, и одну, если байсовским способом ставить задачу, да, то можно сразу одновременно и оптимизировать модель, и выбирать структуру модели, ну, например, вот здесь как происходит, вот мы здесь повышаем объем выборки, да, и видим, да, что у нас вот есть там 6, да, 5 состязательных моделей, вот здесь, да, 6, самый простой с константой, вот она, черная константа, да, константа упала сразу при добавлении там двух точек, вот, дальше, линейная модель, да, прямая линия, она держится довольно долго, аж до 10 точек, на минуточку, и падает ниже квадратичной при, там, не знаю, 120 точках, да, а квадратичная падает ниже кубический тоже при, там, 120 точках, да, а потом падает кубическая ниже четвертой степени, вот, ну, и так далее, в общем, они постепенно, простые модели относительно сложных падают, да, вот, но сложные хуже простых, если выборка недостаточной мощности, ну, и, соответственно, вот здесь на этом рисунке сказано, просто есть разные способы оценки мощности выборки, давайте сделаем так, давайте, это тоже байс, есть сейчас здоровая статья, и, кстати, тоже коммерческий проект, мы хотим из этого сделать, вот, и если есть интерес, потом можно обсудить, как это сделать коммерческим проектом, Нил Коширин мне обещал тоже к этому присоединиться, это вот что такое, это для разных практических задач, сбор данных, да, он может быть довольно дорогой, вот как раз это все из Настиной диссертации произошло, из старой, там у нас один сэмпл стоит 3400 евро, а надо было там согласно стандартным тестам 500 набрать, откуда-то деньги такие найти, неизвестно, ну, соответственно, вот есть какие-то методы, которые позволяют снизить объем выборки, а, ну, вот, да, это мы, соответственно, обсудили, ну, вот, давайте сделаем так, я здесь поставил 6 позиций, потому что это более-менее как-то разумно, и не забываем про кубик, про кубик, вам все понятно, А что студент должен рассказать, чтобы его работа считалась хорошей по этой задаче? Как проверяться будет то, что он рассказал? Смотри, дело в том, что студент, он не рассказывает фактически про численные результаты, он рассказывает про в основном принципы постановки решения задачи, а численные результаты, здесь я зацепился за слово рассказать, вот, это, это, это не более чем иллюстрация, но в статье это, это не рассказано, но это написано, вот, если бы ты сказал написать, что написать, это вот ровно то, фактически, да, что есть в списке, который в М1, домашнее задание Е, вот, он это, про это должен написать, но выбор, о чем именно написать, там, акцентирование, это ровно за ним. Я сейчас поясню вопрос, одну и ту же процедуру, одну и ту же работу можно сделать по-разному, можно сделать ее формально, а можно сделать ее качественно, и когда работа студента оценивается, в том числе становится понятно, сделанную так, а бы как, либо он сделал качественно и понимает, о чем речь, какие критерии применимы для того, чтобы отличить, что он сделал ее качественно или а бы как? Дело в том, что вот этот твой вопрос, я буду вынужден на него отвечать только следующей весной, когда, я надеюсь, вот этот курс будет очень и очень широким, и будут там и наши студенты и чужие студенты, и в смысле там европейско-американские студенты. Вот. У нас до этого момента, несмотря на то, что идет там по 30 студентов в год, этого вопроса просто не возникало, потому что критерий, на самом деле, это признание работы научным сообществом, то есть публикация. Есть рецензенты, они рецензируют, говорят, все классно, все, вы молодцы. А каких-то формальных критериев я даже не выставлял, вот почему, потому что формально выполнить весь курс на самом деле довольно просто, и у меня было всего за всю историю два случая. У меня была какая-то, какой-то студент был, который предельно не хотел много времени на это тратить, но он формально все как-то выполнил по букве домашнего задания и какую-то оценку получил. И, о ужас, я от одной известной тебе фирмы получил статью на рецензирование, смотрю, что-то довольно знакомое, а потом понял, что человек, который писал статью, он просто вот так по курсу сверху вниз тоже все списал один в один. Смысла в этой статье вообще никакого не было. И статья была дрянь просто. Правильная бессмысленная работа. Поэтому, Антон, я сейчас ума не приложу, фактически мы же говорим сейчас там о научном творчестве, о высокой науке. Нет, я сейчас не говорю об этом, я сейчас говорю совершенно простой вопрос. Вот если мы обучаем студента для того, чтобы он делал анализ ошибки, осмысленно правильно, там еще какие-то критерии, как нам самим понять тот метод, которому мы ему обучили, он применил его правильно и осознанно или автоматически бездумно? Это можно понять только проэкзаменовав его теоретически. И здесь у меня, кстати, есть куча классных тестов на эту тему. И я просто ребятам задаю тесты. И по точности ответов понимаю, понимают они вообще, о чем они отвечали или не понимают. Вот как-то так. Можешь еще раз задать вопрос, я каждый раз прямо впадаю. Я понял, у нас осталось примерно 25 секунд. Ну давай еще, если есть вопрос, еще перегрузимся, если вы уже устали от меня. Я думаю, давай мы это самое вопрос, если что, дошлем. Я бы хотел тебя поблагодарить, очень интересно. Я надеюсь, что ты поделишься записью, и мы сможем еще раз посмотреть, чтобы какие-то моменты, которые были сразу непонятные, учитесь. хорошо, все.